Получается, что нам дало государство для детей, а сейчас мы рискуем потерять и участок, и деньги, и вообще все, что давалось нашим детям. Застройщика, когда нашли, нам пообещали красивый, хороший дом, который у нас будет стоять максимум через 4 месяца. Заключили договор мы 30 октября, соответственно, 29 февраля у нас должен был быть уже дом. Но, к сожалению, кроме фундамента у нас больше ничего нет и разрухи на участке. У нас плюс еще 1,4 млн как первоначальный износ, и 5,6 млн нам давал банк. То есть у нас 7 млн, 10 млн должен был обойтись дом. Если бы мы брали у другого застройщика, у нас обошлось бы где-то, наверное, тысяч на 600, на 700 дороже. У других застройщиков все это было под ключ, то есть и газ, и вода, и свет. Мы свет, воду, и так как газа нет, решили поэтому взять там, где чуть-чуть подешевле. В общем, потом, после сделки у нас практически сразу начались завтраки. Они говорят, материал задерживают, потом тут новогодние вроде как праздники. В итоге мы узнаем, что директор, с которым мы заключали договор изначально, уходит вообще с этой фирмы. Но когда мы в банке заключали договор, уже перевод денежных средств был, тогда только мы узнали, что у нас ИП другое. Не с той, с которой мы изначально заключали договор, но она нам сразу, в принципе, тогда еще сказала, что у них есть 3 или 4 ИП, на которые обычно они переводят деньги. То есть не факт, что у нас будет именно с ней договор на предоставление услуг. Скорее всего, у нас будет там с кем-то другим. Но подрядчики, они все в одной, в одном ООО были. Поэтому она говорит, мы в любом случае все вместе, поэтому для вас это не имеет огромного значения. На меня будет, на кого-то другого или на третьего. Ну, мы вроде бы доверились, они действительно все так это, все гладко рассказывали, все так правдоподобно, все так красиво. Мы просто доверились. До Нового года, в общем-то, нам ничего так и не стали делать. То есть, естественно, после Нового года уходит главный прораб, с которым мы непосредственно общались. За период с октября до декабря у нас заменилось 3 прораба. Потом у нас один остался, он с нами еще был на связи, в январе был на связи. Он говорит, да-да-да, мы с 20 января начинаем вам все заливать, все делать. Говорит, ну да, по срокам мы чуть-чуть, говорит, не уместимся, но, говорит, мы думаем, что к апрелю вместе, мы, говорит, вам все сделаем. И буквально 20 января проходит, я ему пишу, звоню. Звоню, он трубку не берет, пишу, он мне говорит, пока еще нет ни материала, ничего, ждите. Скорее всего, дней через 5 начнем. 25 января я опять ему звоню, он опять говорит, извините. Я вообще, говорит, Катя с Радиком, это вот кто первый директор этой ООО «Даунхаус и дома», она якобы ушла, потому что ее якобы укинуло наш подрядчик Жалованова. И, типа, главный прораб, он тоже вместе с Катей ушел. И, типа, мы теперь не знаем вообще, что, кто будет. Ну, вот, единственное, говорит, сейчас, говорит, у них новый снабженец Алексей, скинул мне его номер телефона. Мы тут же ему позвонили, он мне сказал, ой, вы знаете, Катя же у нас все украла, все деньги украла, и вообще все документы уничтожила, и у нас, говорит, теперь ни денег нет, документов нет. Мы, говорит, даже не знаем, кому что мы должны построить. Я всегда на связи, то, что они там обращаются, уже там не работаю, то, что они обращаются к финансовому директору и к генеральному, и теперь перестали от них брать трубки, ну, как бы, я это комментировать никак не могу. То есть, кто мне мог дозвониться, они все дозваниваются, я со всеми разговариваю, то есть, я ни от кого не кроюсь. И работая там, да, как бы, регистрировались некоторые договора подряды на меня, денежные средства передавались финансовому директору Жиловановой Нелли. На это у меня есть подтверждение, скрины переписок, а также чеки пересыланных финансовых средств. То есть, в принципе, в полиции тоже этим всем занимаются, и все скрины были переданы. Уволилась по причине того, что заметила растрату, то есть, денежные средства поступали в дальнейшем, также уже, то есть, точнее уже, на Жилованова. Но клиенты звонили и ругались, что у них не производились никакие работы. Соответственно, мои вопросы к генеральному директору, почему этого не происходит, потому что клиенты звонят, мне жалуются, он мне дал понять, я не лезь не в свое дело, ну, и так далее. Когда я озвучила генеральному, что я буду уходить, попросила его достроить мои дома. На что, как бы, мы на этом решили, что он говорит, да-да, хорошо, дострою. Но, по факту, в январе решил просто, видимо, по-другому. Об этом я узнала от клиентов, которые начали мне звонить и говорить, у нас совсем окончательно стройка встала. И они, обращаясь в таунхаус и дома, им озвучивали о том, что, ну, у вас же договор на Екатерина, идите к ней. То есть, те просто решили на меня списнуть часть договоров. То есть, у нас должно было быть 4 комнаты, 2 туалета, ванны, одна большая гардеробная и большая кухня-гостиная. Одноэтажный дом должен был быть. Ну, а сейчас все сотрудники, которые работали в таунхаус и дома, открыли все свои маленькие такие конторки. И уже дальше без таунхауса и дома продолжают работать и искать себе клиентов для постройки дома. Поэтому мы не знаем, строят они действительно или также продолжают по этой же схеме обманывать людей. Ждем, пока вот это следствие идет. Будем надеяться, что оно не затянется на года, потому что, опять говорю, вернусь к тому, что дом нужно регистрировать, либо ставка в банке поднимется с 6% до 26%. Соответственно, у нас уже не будет ипотеки по 40 тысяч. У нас будет просто, как будто мы взяли потребительский кредит по 100 тысяч в месяц. Ну, там, примерно. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Поэтому мы очень ждем, что быстрее вот это дело пойдет. И, соответственно, когда мы уже можем пойти в суд и в суде уже с официальным иском, чтобы арестовывали у них там какие-то их имущества и постепенно хотя бы возвращали хоть как-то поэтапно денежные средства всем пострадавшим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!